Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу» и сегодня мы беседуем с директором Центральной библиотечной системы Магадана Татьяной Подоматько. Татьяна Викторовна, здравствуйте! Какие направления библиотечного дела вы считаете приоритетными? Ну, все библиотечное сообщество сейчас живет в рамках стратегии развития библиотечной работы на территории Российской Федерации до 2030 года. И наряду с такими направлениями, как развитие информационных технологий, на мой взгляд, сейчас на первое место выходит это помочь нашим россиянам в развитии своего какого-то культурного потенциала. Вот мне кажется, как раз тренд на саморазвитие сейчас это самое главное. Собственно говоря, модельные библиотеки и имеют такую возможность предоставить, помочь талантливым людям собраться в определенном месте, то бишь на территории модельной библиотеки, имея под рукой какие-то информационные ресурсы современные, практически в таком неформальной обстановке, да, решать какие-то и проблемы, и вопросы нашей территории. И самое главное реализовывать эти проекты, то есть выдавать тот именно наш культурный, локальный продукт, вот именно учитывая нашу идентичность нашего края. Поэтому, мне кажется, собственно говоря, для этого и создаются модельные библиотеки. И сейчас в рамках проекта «Модельная библиотека» на территории Российской Федерации начинает работу такой проект, который называется «Точка концентрации гениев». Что это означает? То есть библиотека как раз-таки предоставляет возможность на территории самой библиотеки развивать те или иные таланты, искать этих талантливых молодых людей. И мы, в свою очередь, также очень будем рады увидеть молодежь нашу креативную, современную в стенах наших библиотек, как модельных, так и пока еще не модельных библиотек. И что предлагает у нас Российская государственная библиотека? Вот именно в этих точках, где будут собираться эти люди, будет предоставлена им возможность обучаться даже, например, в Школе дизайна высшей экономики. Именно модельной библиотеки будут даны те вебинары, на которых будут именно участвовать эти преподаватели. Давайте им уроки. По ходу, по завершении этого проекта в той или иной библиотеке будут даны возможности, скажем так, заявить о своем проекте уже на территории всей России. Вот, собственно говоря, мне кажется, этот проект имеет большую перспективу. И когда у нас уже на территории нашего города Магадана будет еще создано две модельные библиотеки, я думаю, у наших молодых креативных людей появится еще больше возможностей развивать свои таланты. Вот, на мой взгляд, вот это сейчас самое главное развитие библиотечного дела. Вот именно в этом направлении мы должны идти. Для того, чтобы работать в этих точках, конечно же, нужен профессиональный коллектив. Вот, поэтому я еще раз хочу сказать о том, что, конечно же, мы ждем притока и прихода в наши современные модельные библиотеки, также и молодых библиотекарей, которые уже взгляд на жизнь немножечко другой, да, который отличается даже вот от моего, возможно, взгляда, да, на развитие библиотеки. Поэтому я с огромным удовольствием хочу сказать, что приходите, пожалуйста. Еще, повторюсь, будут две библиотеки модельные, куда мы набираем персонал, который именно будет соответствовать современным требованиям библиотекаря. Вот, собственно говоря, мне кажется, для этого мы работаем и существуем, чтобы развивать не только то место, в котором мы работаем, но и прежде всего и самим развиваться как профессионалам. Расскажите, пожалуйста, чем живет библиотечная система сегодня? Какие проекты реализуются? Ну, может быть, немножечко о планах. Ну, библиотечная система живет, конечно же, опять же, в этом же самом тренде, который заточен на саморазвитие человека, да, и наши все библиотечные программы так или иначе отвечают требованиям, чаяниям нашего населения. То есть все-все направления буквально просто человеческой жизни представлены в библиотеке. Это и прикладное какое-то искусство, это и музыка, это и театральные проекты, допустим, «Волшебный мир Зазеркалья», библиотека филиал номер 3, ее неизменный руководитель Дениченко Мария Николаевна, которая неоднократно становилась лауреатом различных даже международных конкурсов, которая вводит в мир прекрасного, в мир кукольного театра своих воспитанников, которая рассказывает о различных техниках работы именно руками, да, прикладное искусство. То есть это и различные экологические программы. И также я напомню нашим магаданцам, что на базе централизованной библиотечной системы у нас открыто волонтерское движение, которое называется «Библиоволонтеры». Мы официально зарегистрированы, наши помощники участвуют практически во всех наших мероприятиях, поддерживают нас. Я также призываю молодых, активных, неравнодушных людей вступать и пополнять ряды нашего волонтерского движения. Это же, конечно, и патриотическое воспитание, да, наш прекрасный проект информационного центра, руководитель которого является Фирсов Руслан Элизарович, «Магаданцы-кавалеры Ордена Мужества», о котором рассказано уже достаточно много. Это действительно та сторона жизни наших магаданцев, которая не очень широко освещена. Но все мы знаем, что среди нас живут эти великие люди, не побоюсь этого слова, которые действительно рассказывают об этих страницах истории, о том, что Магадан стал не исключением, насколько магаданцы вложились в эти какие-то исторические, можно сказать, даже так, победы. Поэтому это огромное количество различных других проектов. Это, естественно, и год науки и технологии. Это сейчас у нас клуб-заниматика, библиотека-филиал номер 5 в Соколе, где ребят учат прикладной физики и химии, где они творят какие-то невероятные вещи, они проводят различные опыты. То есть на самом деле библиотека живет, централизованная библиотечная система развивается. Она, естественно, подстраивается под требования населения, под читателя, не просто под того человека, который к нам ходит ежедневно и берет книги читать, но и просто потенциального читателя, который услышал где-то о работе в библиотеке, знает, что там пройдет мастер-класс или какая-то акция. Библионочь. У нас сейчас скоро всероссийская акция «Ночь искусств». Вот недавно было совещание, где я в очередной раз выслушала просто потрясающие какие-то планы. Я сейчас не буду забегать вперед, не буду открывать какие-то завесы. Но на самом деле анонсы всегда звучат и на страницах нашего Инстаграма. У каждой библиотеки филиала есть своя страничка в Инстаграм. То есть мы достаточно активные пользователи социальных сетей, где мы активно рассказываем о работе наших библиотек, филиалов. Я должна сказать, что ни одна страница в Инстаграм не похожа на другую. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что на каждом филиале работает творческий коллектив. Он имеет свое лицо, он имеет свои какие-то определенные, скажем так, наклонности, либо же чем-то определенным увлекается, да, и об этом хочет поделиться с магаданцами. У нас также существует наш сайт централизованной библиотечной системы, который также рассказывает о работе наших библиотек, филиалов. Но одним словом, мы живем, у нас жизнь кипит, и мы всегда идем в ногу со временем. Мы не останавливаемся на одном месте, мы постоянно находимся в развитии. Я должна сказать, что наши библиотекари постоянно повышают свой профессиональный уровень, обучаются в библиотеках России, проходят онлайн-курсы. К сожалению, с пандемией невозможно выехать за пределы, но различные онлайн-курсы, профессиональная подготовка проходит регулярно. На данный момент уже более 85% нашего коллектива прошло данное обучение. То есть мы затачиваем наш коллектив на работу в модельной библиотеке или в модельной, неважно на самом деле, какой статус имеет сейчас библиотека. Понимаете, то есть существует в обществе запрос на библиотеку будущего, не будущего, а настоящего. В будущем, возможно, будут другие требования. Я еще раз пользуюсь случаем, хочу призвать и другие, возможно, какие-то объединения молодежные, приходите, у нас правда очень интересно, и все, что зависит от нас, мы предоставим вам все, что можем, скажем так. Татьяна Викторовна, спасибо вам за беседу. Зрителям я напоминаю, это была передача «Разговор по существу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова